Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет «Орел» и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще-то смотрела программу. И я знаю, что может выпасть «Решка». А значит, премиальная карта Мастеркард моя и все ее возможности мне. Да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не «Решка», это орлица какая-то. Я в интернете посмотрел, гориллы, они как дети. Дурачатся, дерутся, ковыряют в носу, смотрят клево к лавой коки. Всем привет, это «Орел и Решка. Чудеса света». И сегодня мы прилетели в Руанду. И вся эта страна как одно большое чудо света. А еще тут обезьяны. И Руанду называют земля тысячи холмов. Страной миллионов обезьян. Страной вечной весны. Обезьяны. Антон, какие обезьяны? Ну, которых ты не увидишь, потому что денег у тебя не хватит. Почему? Это почему? Да почему? Не обезьяничай. Ладно. Орел. Решка. Погнали. Ну? Баранки гнул. А знаешь, что это значит? Что? Это значит, я увижу обезьян. Давай, Антош. Используй речь. Подружкам привет. Мы прилетели в самое сердце Африки, в крохотную страну Руанду, чтобы увидеть настоящее чудо света. Горная горилла. Это удивительное человекоподобное существо, которое как будто чуть-чуть не добралось до того, чтобы стать человеком разумным. В Руанде живут одни из последних горилл на нашей планете. И они заслуживают отдельного выпуска. К чему скрывать, я путешественник со стажем. Видите эти шрамы? Это комары. Так что в этот уикенд я сознательно отказался от яхт, вертолетов и прочей шелухи и мишуры. Только африканская дикая природа. Только ее обитатели. Только хардкор. Горные гориллы живут в непроходимых тропических лесах Руанды. На нашей планете горных горилл осталось очень мало. И, возможно, до конца века они уже не доживут из-за браконьерства. Сейчас горных горилл осталось чуть больше тысячи. Эти огромные человекоподобные обезьяны – исчезающее чудо света. И моя главная цель – их увидеть. Добраться к гориллам можно на машине. В отличие от многих африканских стран, в Руанде турист может арендовать авто и путешествовать по стране сам, не переплачивая за водителя. Просто выбирайте машину на сайте проката и вам ее пригонят, куда скажете. Дальше подписывайте договор на коленках, платите только стоимость аренды без депозита и уезжайте. Хороший знак. Помчали. Успех! Деньги я уже поменяла. Так. Сто долларов – это сто тысяч руандийских франков. Легко посчитать, можно добавить просто три нолика и все. Здесь довольно интересные деньги. Значит, тысячная купюра изображена голден манки. На двухтысячный кофеек. И на пятитысячный горилла. Это, видимо, все, что я не увижу. Ну, хотя бы на купюрах полюбуюсь. Горные гориллы – это чудо света, доступное только богачам. Гориллы живут в национальном парке вулканов, высоко в горах. И экспедиция к ним стоит тысячу пятьсот долларов. Даже не думайте тайком пробраться в парк. Если вас поймают, то посадят в руандийскую тюрьму. Туристу со ста долларами лучше остаться в столице Руанды – городе Кигали. И посмотреть, что здесь интересного. Здорово, что аэропорт расположен уже в городе, а не где-то у черта на куличиках. Потому что все быстро, мобильно, это упрощает процесс добирания и тратиться не нужно. Но если хотите ускорить процесс, то дешевле всего домчать в центр на Бода-Бода. Это такое местное мототакси. Вот это сервис, они мне даже простерилизуют все это дело. Я покорена уже. Богатые туристы, которые прилетают в Руанду ради горилл, сразу едут к ним домой – в парк вулканов. Ехать три часа. Я чем дальше еду, тем больше поражаюсь. Ощущение, что дороги украденные Швейцарией, идеально ровные. Мало того, обочины чистые, ни листочка, ни травинки, ни какого-то мусора. Аж бесит, я ехал в Африку за хаосом. Жители Кигали в основном передвигаются по городу на такси Бода-Бода. Наличные машины местным с их зарплатами копить лет 20. Обычное такси здесь дорогое, а на Бода-Бода можно за копейки весь день гонять по своим делам, объезжая пробки. Для туриста Бода-Бода – это самый лучший способ рассмотреть город. Довольно цивильно и прогрессивно для Африки, я не ожидала. И чисто! Первое, что бросается в глаза в Кигале – здесь неожиданно чисто по сравнению с обычной Африкой. О, смотри, велодорожки! В Африке! А еще удивительно, что в Кигале вслед за туристом не бегут попрошайки. Как это часто бывает в Африке. Думала, что будет вообще иначе. Так что это приятно. Ой. Так. Да, Бода-Бода – это прекрасный способ передвигаться по Кигале. Но есть нюансы. Была тысяча… Стало три. Подожди, чувак, мы изначально договаривались за две тысячи, ой, за тысячу, что я доеду. Я тебе даю две. Ты мне еще чейдж должен дать. Ну тогда ничего. Шлем верни и до свидания. Либо ты мне даешь тысячу, либо мы… Так то, что мы кружили – это твоя история, ты так решил. Я-то не знаю города вообще. Как будто ты меня понимаешь. Соу. Местные бода-бодисты специально катают туристов кругами, чтобы потом содрать в разы больше денег. Если попались на их крючок – совет. Платите ровно ту сумму, о которой договаривались. Водители бода-бода наглые, но не конфликтные. Белому туристу они ничего не сделают. Короче, все, вроде уехал этот персонаж. Слава богу, я пошла обозревать чистую Руанду. За пределами Кигали начинается настоящая красота. Террасы, зелень, джунгли, пики, гор и вулканов. Пейзаж сам подсказывает туристу, что он уже рядом с домом горных горилл. Именно там, на склонах потокших вулканов, живут последние горные гориллы на планете. Цепь вулканов Верунга протянулась на три страны. Поэтому гориллы все время мигрируют из Руанды в Конго, из Конго в Уганду и из Уганды в Руанду. И все три страны показывают их туристам. В Конго за 400 долларов, в Уганде за 700, а в Руанде аж за 1500 долларов. Такая большая цена обусловлена тем, что только в Руанде дается стопроцентная гарантия на просмотр горилл. Горные гориллы живут на высоте от двух до четырех тысяч метров. Чтобы к ним подняться, туристы начинают восхождение в шесть утра. Сейчас полдень, так что на свидание гориллам я уже опоздал. Отправлюсь к ним завтра утром, а пока поселюсь по соседству. Ну, в сути по тому, что у меня расшатывается таз, начинается настоящая трушная дорога к моему отелю. Ммм, слушайте, этот воздух хочется вдыхать и больше никогда не вдыхать, чтобы ни с кем им не делиться. Вот я по-настоящему в дикой природе. Рядом с парком вулканов есть несколько отелей. Очень дорогие и заоблачно дорогие. Спрос на горилл не утихает, поэтому для нас без наметной картой остался только очень дорогой отель – Сабиньо Сильвербек Лодж. Номер в очень дорогом отеле стоит 1100 долларов. И к нему еще надо подниматься по лестнице. Нормально. Так себе, но держимся. Убей меня. Я не понимаю одного. А как пожилые пенсионеры из Европы, приезжающие сюда на перезагрузку, как они поднимаются и какой процент из них доходит до ресепшена. Вот так выглядит цветой. Пью за ваш народ. Я тут по дороге допью. О, считай, горилл уже увидел. Мараквазы. Главная фишка отелей лоджии, что даже в самых диких местах тебе создадут комфортные, пятизвездочные условия для жизни. Давайте на них посмотрим. Но я же знал, знал, что нужно выбирать именно этот лодж. Это абсолютная противоположность вот этим всем бездушным и одинаково вылизанным сетевым отелям. Но где у вас в отеле еще будет свой настоящий неэлектрический камин? Интерьер номера сделан в колониальном стиле с африканскими элементами. Будто приехал в гости к богатой африканской бабушке. Мне нравится. Я бы с удовольствием прыгнул на эту кровать, но не хочется поддерживать стереотип, который присущ всем ведущим Орла и Решки. Поэтому, Игорех, давай ты. Сюда посмотрите какая зяйка, вселенная зяйка. Не уходите, женщина, дайте посмотреть мою Алёсику. Ааа, как это возможно? Турист со ста долларами обречен весь день провести в Кигале. Большая часть Кигали – это размазанная однообразными домами деревня, размером почти с Киев. Попав на любую улицу, не центральную, понимаешь, как выглядят остальные 2059 улиц. Главная и чуть ли не единственная достопримечательность Кигале – это мемориальный центр жертвам геноцида. Бюджетному туристу стоит сюда прийти. Цена за вход – это пожертвование. Донейшн, простыми словами. У нас мало кто знает, что в Руанде не так давно, 27 лет назад, произошел массовый геноцид. Конфликт между двумя местными племенами Хуту и Тутси перерос в жестокую резню, в которой погибли 1 миллион 100 тысяч человек. Фотографии едва ли тысячной доли погибших теперь висят здесь. Этот геноцид стал одним из самых жестоких и кровавых за всю историю человечества. Есть фотографии, но показывать их аморально. Поверьте, все, как можно было садистски издеваться над человеком при помощи мачете, все было. Родственники начали прошибать голову камнями своим собственным родственникам. Заживо сжигали людей в домах, безжалостно расправлялись с детьми, женщин насиловали, а потом сжигали. Кроме фотографий, здесь есть еще черепа жертв. И кости, какие удалось собрать. Оливер работает в музее волонтером. Ему единственному из всей семьи удалось выжить. Когда убили моего отца, мне было 10 лет. После этого мама решила, что нам с братьями и сестрами нужно уйти из дома и спрятаться в церкви. Я посчитал, что это плохая идея и остался. Они ушли без меня. На следующий день в церковь бросили гранату и сожгли всю мою семью заживо. Я оказался прав, но теперь я один. Во время геноцида в Руанде особенно пострадали дети. Это самые безобидные кадры, которые можно увидеть в кинохронике. Здесь рассказывается о том, что дружили два мальчугана. И в один прекрасный день один решил зарубить второго камнем прямо по голове. Девочка Аврора. Написано, что она очень любила коровье молоко, играть в прятки со старшим братом. А про поведение написано, что она была такая болтушка, сгорела заживо. В белом платье такая смешная, в сандалях. Два годика всего и было. То, что я увидела, это максимально безжалостно. Люди в какой-то момент становятся зверми. И друзья убивали своих друзей. А в браке люди могли начинать убивать друг друга. И это массовое безумие. Послушайте, ну я посреди дикой природы. Ну не телевизор же мне вечером смотреть. Поэтому даешь национальный дебош? Поскольку тур гориллам будет завтра, сегодня богач может развить себя только тем, что предлагает отель. Это концерт национальных песен и плясок в мою честь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки есть что-то в этом приятное. Быть богатым туристом, перед которым особенно стараются. Вы только посмотрите. Местные мужчины чуть ли не выпрыгивают из своих юбок. А женщины так усердно вытанцовывают. Стараются показать все свои совершенства. Потом руандийцы исполняют свой главный ритуальный танец в париках с длинными белыми волосами. Такой парик символизирует грибы льва. В 120 долларов плюс чаевые и богач может делать все, что захочет. Наконец-то можно побыть с собой! Ребята, конечно, отбитые и суперэкспрессивные. Но мне хочется, чтобы это было не просто шоу, а ритуал на следующий день. Пускай завтра я увижу горилл. Пускай этот уикенд в Руанде будет лучшим из лучших. Пускай эти люди живут в мире и согласии. Пускай в этой стране больше никогда не случается войн. С развлечениями в Кигале настолько все плохо, что турист для того, чтобы себя хоть как-то развлечь идет не в парк, не в кинотеатр, не в оперу, а, вдумайтесь, в женский центр вдов, чьи мужья пострадали от геноцида. Хорошо, что вы пришли. Мы вам можем показать, как шьем одежду, чехлы для ноутбуков, еще можем дать вам кулинарный мастер-класс или научить плести корзинки. У меня есть три варианта – кукинг-класс, плетение корзиночек и прогулка, чтобы понять, как живет местное население. Но я все-таки, наверное, выберу кукинг-класс, потому что мне лично для жизни это очень пригодится. Мне надоели доставки, поэтому у меня есть отличный шанс научиться. Кашеварить по-руандийски учат за 15 долларов на кухне во дворе дома. Амината готовит лучше всех на районе. У Аминаты даже своя кулинарная книга есть. Хоть не заляпаюсь. Меня научат готовить традиционный руандийский обед. Давайте посмотрим, какая основа руандийского рациона. Кассава или маниок – это, по сути, сестра нашей картошки. Только она выросла в тропиках. Это такой овощной сорт бананов. Называется мотоки. Которые, на самом деле, по вкусу тоже напоминают картошку. Следующий набор продуктов есть в каждом нашем холодильнике. Капуста, лук, морковь и кабачок. И фасоль. Ого, прям на углях будем готовить. У многих руандийцев нет газа в доме, поэтому они готовят на углях. Перед готовкой руандийские хозяйки смазывают руки подсолнечным маслом. Я так понимаю, что вот этот вид бананов, он очень клейкий и липкий. Мы специально сейчас вымазали руки в масле, чтобы он не прилипал, чтобы потом это оттереть. Он же второй банан чистит, я только первый. О, это моя любимая сладенькая картошечка. Тает? Нет, нет, не тает. Вообще не встала. Готовка – это прям женское дело, это абсолютно мое. А, я уже, да, иду. Что-то как-то там уголек неровненько. Как я хочу что-нибудь сожрать, а? Уже не терпится это все попробовать. Попробовать. Итак, что мы наварили? Супец с кабачками и шпинатом додо, фасоль с перцем чили, маниок, блюдо мотоке, оно же вареные зеленые бананы в томатном соусе и на гарнир тушеная капуста. Вот мы едим пельмени, борщ, вермишель с котлетами, а простые руандийцы живут только на бананах, капустке и батате. Мы бы так не смогли, а руандийцы, смотрите, какие упитанные. Как вкусно! Ой, хорошо! Бананчик! Нет слов. Я безумно насладилась процессом, так еще и результат меня порадовал. То есть я, в принципе, в кулинарии что-то могу. Конечно, в обычной жизни у меня нет на это времени, но я рада, что в Руанде мне удалось это сделать, прийти в дом к местным женщинам и приготовить так, как это делают они. У моего лоджи есть еще одна интересная особенность. Еда тут уже включена в стоимость. Правда, ты ее не выбираешь, меню за тебя определяет шеф-повар. Просто доверься ему, сынок. Я готов? Я готов? Я готов? Если местные в основном едят вареные овощные овощи, то на тарелки богатым туристам кладут только деликатесную еду – говяжий стейк, приготовленный по западным традициям. Какое нежнейшее мясо. Как будто бы животное не скакало всю жизнь, высунув язык по африканским джунглям, а осторожно, еле касаясь копытцами, ступало по росе, а мягкая травка щекотала ей брюшка. Уже романтик. Ну потом ее закололи и сделали классный стейк. В таких странах, как Руанда, турист может позволить себе многое. Но турист с премиальной картой Мастеркард получит все. Причем всего за пару секунд. Люблю комфортно и быстро решать вопросы и путешествовать с премиальной картой Мастеркард. С ней ты всегда получаешь больше. Из-за пандемии в Руанде вели комендантский час. Это значит, что всем местным жителям и туристам запрещено находиться на улице с 6 вечера и до 4 утра. Иначе штраф. Лучше не нарушать. Все, ура, эти ворота. Успела. Это мой хостел. Ну все, можно не бежать. Можно вальяжно. Я заранее забронировала себе койку в хостеле Янби. Между прочим, это лучший хостел 2016 и 2017 годов в Руанде. Ресепшен тут. А на ресепшене никого нет, потому что, видимо, комендантский час и им нужно успеть доехать до дома. Они мне оставили записку. Анфиса, рум 10. И с меня 15 тысяч. Вот. Так, ну я оставлю им тогда ответную записку. Раз никого нет, завтра они ее увидят. Вот такой вот способ коммуникации. Руандийский чат. Это мой номер. И я здесь буду одна. И во всей этой коронавирусной истории есть плюсы, потому что никто не приезжает, только я. Кондиционера здесь нет, но бюджетный вариант для такого туриста, как я, есть вентилятор. Ванная. Довольно чисто. Я думала, что может быть и хуже. Так, ну… Это будет моя кровать, потому что она уже застелена. Все. Время не теряю, лезу в койку и на бочок. Завтра меня ждет путешествие, ради которого придется встать с руандийскими петухами. Ой, супер. Все есть, все удобно. Хорошо. Соглашусь, возможно, ты потребуешь объяснений. Я просто очень хочу увидеть завтра горилл, вот и учусь, чтобы они наверняка пришли на мой зов. Все, ты, кстати, можешь не репетировать, они все равно примут тебя за своего. Спокойной ночи. В пять часов утра я встал ради горилл. Не уверен, что гориллы пошли бы на такое ради меня. Ладно, пора будить горюху. А я встала в такую рань, чтобы успеть на автобусы в Рубаву. Туристов в Рубаву возят автобусы за три с половиной доллара. Ух, ну комфортненько. Сегодня я увижу чудо света. Самых удивительных и самых редких животных на планете. Горных горин. Экспедиция к ним – это сложное и непредсказуемое испытание в диком непроходимом лесу. Для этого туристу нужна прочная обувь, защита на голени от колючих ядовитых растений и плащ-дождевик, чтобы никакая муха ЦЦ туриста не укусила. Судя по количеству экипировки, мы идем не к гориллам, а на войну с гориллами. Обязательный пункт подготовки – правила поведения с гориллами. Рядом с гориллой нельзя есть, пить и громко разговаривать. Нельзя приближаться к ней ближе, чем на семь метров. Фотографировать со вспышкой и смотреть горилле в глаза. Она может побежать на вас. Не убегайте. Горилла бегает быстрее. Медленно присядьте, опустите голову и притворитесь кустиком. Чтобы гориллы приняли человека за друга, с ними нужно говорить на их языке. На горилле. Сначала с гориллой нужно поздороваться. Вот так. Если горилла вам рада, она ответит. А если не рада, то предупредит вот так. Поиски горных горилл могут длиться два часа, а могут и шесть часов. Гориллы постоянно перемещаются и пока еще не научились скидывать в личку свои геолокации. За горилл это делают трекеры – профессиональные сыщики. Они отслеживают горилл и передают гиду координаты. Я на связи с трекерами. Они нашли горилл. Теперь я знаю, куда вас везти. Видите пик вулкана? Гориллы не там. Они у подножья и ждут встречи с вами. Итак, четырехчасовая кинолента о флоре и фауне Руанды. И я на месте, готова врываться в чудеса. Но сперва туалет. Нет, горные гориллы в Рубаве не водятся. Разве что только пластиковые. Здесь можно посмотреть на другое чудо. Я хочу вам показать один из самых красивых путей Африки. И называется он Конго-Нил. Но пешком до самых красивых точек не добраться, поэтому я беру байк. Оп. Are you ready? Помчали. Конго-Нил – это самый живописный маршрут Африки длиной 200 километров. Пройти его пешком можно за 10 дней. Но если у вас, как и у меня, в запасе всего 6 часов до автобуса, поезжайте в Рубаву. Здесь можно увидеть самый красивый участок тропы. Это не ошибка. Меня привезли по адресу. Это и есть начало самого живописного участка, самой живописной тропы Африки. Я чувствую себя белой вороной. На меня все смотрят, кто к нам приехал. А что вы делаете? Я выкапываю глину. Она нужна, чтобы делать кирпичи и строить дома. По тропе Конго-Нил туристу надо просто идти. Поднимать пылюку под ногами и смотреть по сторонам на местную экзотику. Первая экзотика – это бескрайние чайные плантации. Мало кто знает, что именно Руанда – самая чайная страна Африки. Многие эксперты говорят, что руандийский чай – лучший в мире. Потому что местные плантаторы не используют удобрения на своих чайных полях. Если не сворачивать с тропы, через час положите в копилку Конго-Нильских красот еще одно красивое место. Это озеро Киву. Оно входит в семерку великих африканских озер. И, кстати, оно единственное из этих великих озер, в котором нет крокодилов. Пойду к нему поближе. Дорога к озеру – это вообще отдельное приключение. Тростник, да? Тростник, да? Я вижу, я вижу. Африки. Блин. Не, ну так ко мне еще вообще не подкатывали. Ладно, о боже, ну окей. Это считаем, мы сейчас с ним поцелуемся. И мужик сказал, ешь. Прикольно, что ты живешь солому, пропитанную сахарным сиропом. А сейчас мы все больше напоминаем путешественников-ученых, потому что вперед идет парень с мачете прорубает нам путь через сплошные джунгли. Мы на месте, там за кустом сидит горная горилла. Поскольку в мире их осталось чуть больше тысячи, рядом всегда их телохранители-рейнджеры. Перед контактом с гориллами нужно обязательно надевать маску, потому что они легко заражаются всеми человеческими болезнями. Мать моя Кинг-Конга девять раз пересмотрела. Я их видел только на картинках. Какие они огромные! каналы, Celida. Хорошо. Он встанет сюда, я вниз. Ее вниз. Где-то им fair. То, что сейчас произошло – это чудо. Самая большая сильная обезьяна на земле прошла в полуметре от меня и я остался жив. Этот самец весом по двести килограмм – вожак стаи. Его легко узнать по серебристой полосе на спине. Таких горю называют серебряные спины и увидеть их – большая удача. Смотрите, серебряная спина пришла к своей жене. Жен, кстати, у вожака может быть хоть десять. И все они живут одной большой, дружной семьей. Но самое удивительное – это детеныши горилл. Смотрите, это мама горилла догоняет своих проказников. Его, конечно, очень плохо видно, но вот там в руках матери маленький комочек. Это самая молодая горилла. Здесь ему всего один месяц и одна неделя. Когда в Руанде рождается горилленок, празднует вся страна. Бэйби-гориллам здесь дают имена, чтобы показать миру, что их жизнь так же ценна, как и жизнь человека. Привет, Мудасумфа! Да, к гориллам нельзя подходить ближе, чем на 7 метров. Но они сами к тебе подходят. Мне кажется, руку протяни. И если она тебе еще протянет руку, это будет незабываемый коннект. А самое невероятное, что у них очень очеловеченные глаза. Горные гориллы очень человекоподобны. Их мимика очень похожа на человеческую. И они испытывают такие же эмоции, как и мы с вами. Гориллы удивляются, злятся, испытывают удовлетворение, но в то же время горные гориллы – это осколки мира больших животных. Они, как человеческие мутанты, которые просто не развились в человека разумного. Но каждый раз, когда ты соприкасаешься с гориллами, ты чувствуешь что-то родственное. Ведь горилла, по сути, это наш брат. К сожалению, с гориллами можно проводить всего час. И потом обратно, чтобы не нарушать их распорядок дня. Ну это просто незабываемый экспириенс. Просто киты в мире животных. Мы с рюкзаком продолжаем наше путешествие по тропе Конго-Нил. Через полтора часа, наконец-то, спустились к озеру Киеву. Эта симпумпулька на самом деле не так проста. Тут есть слои углекислого газа, а на дне содержится 55 миллиардов кубометров метана. Это я все к чему. Под этим озером расположен вулкан. И если вдруг малейшее землетрясение случится, то шарахнет так, что два миллиона людей, которые живут вокруг, просто этого не переживут. Это одно из немногих озер, в котором можно купаться. Но я хочу искупаться в лучшей его части. Вход монетизирован, поэтому хочешь плавать – плати. На живописном берегу озера Киеву, где водятся ужи и козы, расположена африканская спа. В горячих источниках Ньям-Юмба туристам делают массаж, скрабирование и обертывание целебной грязью, после которой кожа станет бархатистой. Ребята, а сейчас я буду лежать в горячих шикарных вулканических источниках. Интересно, однако. Как бы выразиться помягче? На первый взгляд, это спа выглядит опасно. Двадцать голых мужиков сидят в какой-то грязной луже. Уже как-то не особо хочется, чтоб кожа была бархатистой. Ворота в рай! А это что? Раздевалка? Ну я так предполагаю, вот здесь мы и можно переодеваться. Ну пошла. О, боже, просто грязно, блин! Чтобы турист не сварил ноги, воду разбавляют прохладной водой из озера. Дальше начинаются спа-процедуры – массаж ног. Эта услуга стоит дополнительные 5 долларов. Скрабируют пятки мне, значит. Дальше – обертывание грязями. Не, ну такой люкс, конечно, не ожидала. Такой спа мне прилетело. Все завидуют. Сама все завидую. А что это? Это лечебные листья дерева мугуру. Я поняла, я наконец-то нашла правильную точку. Я – Фиона. Вот мое болото, а вот моя зеленушка. А напротив – мой шарик. Курорты Руандийского края. Дешево и очень сердито. Вишенка на торте первоклассного африканского спа – фруктовый комплимент после процедур. А-а-а, вы в этом горячем бассейне сварили. Вау, я хочу это попробовать. Вареный банан. Это похоже на вареную картошку. Выглядит как банан, но по вкусу это картошка. И комплименты от заведения принесли еще в конце. Великолепное место, ребят, всем советую. Забыла сказать самое главное – спа-процедуры моей коже никак не помогли. Но оставили на память сыпь. Я прячу для вас бутылку со 100 долларами на высоте 2515 метров в своем лоджи, чтобы ее точно не забрали до вас. Осталось добавить каких-то 1400 долларов, и вы точно увидите горилла. Ловите координаты. Руанда, национальный парк вулканов, отель Сабиньо Сильвервэк Лодж. Пароль. Удачи. Познакомившись с горными гориллами, понимаешь, что эти гигантские обезьяны во многом напоминают нас, людиньки. У нас с гориллами даже плохие привычки одинаковые. Если честно, жаль покидать их дом. Потому что неизвестно, будет ли новая встреча. Туристу со 100 долларами придется смириться, что гориллу он увидит только в сувенирных магазинах. Но зато у него есть шанс открыть другие чудеса Руанды. Я на такой люкс, конечно, не ожидал. Хорошо, что в Руанде их целая страна. Хороший знак. Это, видимо, все, что я не увижу. Наконец-то можно побыть с собой. Думала, что будет вообще иначе. Это просто незабываемый экспириенс. Великолепное место, ребят, всем советую. Великолепное место. Да что тут вообще происходит? Анфис, нет времени. Опаздываем на самолеты. Комендантский час. Как отдохнула? Я супер! У меня была роботерапия. Руанде, Комендантский час. Слушай, я после этого уикенда буду слушать столько горилласс, ребята. Руанда, топчик. До встречи на следующем чуде света. Поехали в аэропорт. Аэропорт Комендантский час. Догоняй! Глотай пыль!